Да, вы невольно, так получилось, нас походу коснулись войны, понятно было, что вы в Ленинграде с 33 года рождения никак не могли избежать этого кошмара. Вот скажите, что для вас была война? Где вы ее встретили? Там же, в Ленинграде? Ну да, конечно. Значит, понимаете, для меня война началась еще раньше, я об этом рассказывал. Дело в том, что мы сильно дружили в фашистской Германии, я каждый 1 мая, отец брал меня на демонстрацию, поскольку была такая полувоенно-морская организация, то там был военно-морской оркестр, и вот мы шли на демонстрацию 1 мая 41-го года, сейчас помню, на улице Герцена, на небольшой морской, мы остановились, перепускали какую-то другую колонну демонстрантов на Исаакской площади. Слева от нас было здание немецкого консульства. В связи с тем, что мы были в большой дружбе с фашистской Германией, там, значит, развивался огромный красный флаг с белым кругом и черной связью. Он проектировался на, подбирал тейство на Исаакский собор, на весь облик моего родного Ленинграда. Потом уже блокаду, потом больше эвакуации после 3-го года. Я как в кошмаре вспоминал фашистский флаг, развивающий моим родным Ленинградом. Вот тогда что-то вот такое кольнуло первый раз. А война началась 22 июня, отец приехал в Ирице. Понимаете, мы снимали дачу в Ирице. Каждый год мы ездили в Вогилев к бабушкам-дедушкам. В том году отцу не выдали прогрессивку, для того, чтобы купить билеты. И поэтому, значит, мы остались в Ленинграде. Как выяснилось, это нас спасло. Отец приехал, стал начать войну. Я очень удивился, потому что было тихо, в дереве швели, но яркий солнечный тень ничего не говорил о том, что что-то изменилось. Но изменилось много. Уже в августе, в начале июля, мать была учительницей, меня вместе с учениками ее школы отправили в эвакуацию. Тогда, значит, Ленинградский фиг, 1050, значит, отправили в эвакуацию под Валдай. Но план эвакуации был, значит, составлен на случай войны с Белофинами. И нас выкрывали туда, когда немцы пришли под Маловиш, Рубногородчего, они пришли вчера, чем были играть. С большим трудом нас вывезли обратно, но в начале сентября, не обзавляющаяся игру, против танковой колонны была брошена рота курсантов с карабинами, с шашлыками, даже без патронов, которые все поливли. И началась блокадная. Я так понимаю, что первую блокадную зиму вам пришлось переживать в Ленинграде. Да, первую блокадную зиму пришлось переживать в Ленинграде. Тяжелая была зима, рядом с нами был Андреевский рынок. И ходили очень такие частые разговоры, что там, значит, воруют детей и продают их в качестве телятина. Я помню, что дома у нас очень пугались, и дальше парадники меня вообще уже, начиная где-то с ноября месяца, мать вообще не выпускала никуда. Вот, потом началась уже зима настоящая. И в апреле 42-го года, уже по ледовой трассе Ладожского озера, нас вывезли вот на восточный берег. Машины шли по полосу в воде, потому что была уже как бы весна. Шли ночью, потому что боялись обстрела и налетов. Шли с сожженными фарами, и слева и справа от нас валялись врушенные машины. Какие-то машины проваливались, ну вот нам повезло. Потом нас повезли в далекий Омск, за Урал. И уже до 45-го года я был в Омске. Эта фотография уже в Омске, это 43-й год. Александр Алексеевич, вот Вы упомянули о том, что Вас спасло то, что Вы не поехали в Магирев. Почему Вас это спасло? Что случилось с Вафишными родными в Магиреве? Ну, то же, что и со всеми двими евреями, которые остались, когда пришли немцы. Бабушка моя, я хорошо помню немцев в 18-м году, утверждала, что это все пропаганда, что это культурные люди, которые вообще никого трогать не будут. Но это были другие немцы. Ее и всех моих родственников, военных братьев, сестер, дядей, тети и все, кого они нашли там, они, значит, закопали полуживыми в поселке Пашково под Магиревом, который я нашел только в прошлом году. И они орули доска, где их убили и захоронили. В Пашково это было место, где немцы испытывали душегулки. На них тоже испытывали. Вот это место я нашел совсем неравно. Вот эта доска в поселке Пашково, которая, значит, на месте их массово захоронит. Там несколько тысяч человек лежит, вот 300 тысяч человек.